Дорогая наша медицина, каких изменений нам ждать в ближайшее время в сфере здравоохранения и как это отразится на нас с вами? Об этом мы решили расспросить заместителя председателя Комитета Законодательного Собрания по вопросам здравоохранения Юлию Арсенину. Сегодня она гость в нашей студии. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, насколько я знаю, сейчас медициной дадут большие вложения. Скажите, как осваивать эти средства? На сегодняшний момент, на самом деле, в сфере здравоохранения большие вложения. За последние два года в нашу медицину, в нашей области пришло порядка 5 миллиардов рублей, которые осваиваются. И мы видим с вами наглядно, что это и происходит ремонтная работа. В учреждениях здравоохранения закупается новое оборудование. Однако в нашем здравоохранении имеются большие проблемы. Какие основные проблемы, самые серьезные по вашему мнению? По моему мнению, самые серьезные проблемы, это, конечно, кадровые. Проблема, которая недостаточным образом решается в нашей области. Да, мы закладываем денежные средства в следующем бюджете, который сейчас находится на рассмотрении в законодательном собрании. Меры социальной поддержки молодых специалистов – это единовременные денежные пособия в размере 100 тысяч рублей. Но это лишь маленькие крохи. Каких специалистов особенно не хватает? Я знаю, что по Владимиру с педиатрами проблемы. Мамочки обеспокоены и говорят о том, что педиатров мало того, что нет, нет новых педиатров, но и уже те педиатры, которые пенсионного возраста, они уже, конечно, тоже не могут такой объем охватить. Что касается акушерской помощи, насколько я знаю, в Владимирской области закрываются роддома. Мы можем как-то повлиять, чтобы остановить этот процесс и вернуть обратно наши акушерские хотя бы пункты? За последнее время мы с вами наблюдаем эту картину, что в нашей области закрыто уже порядка семи родовых отделений. Несмотря на то, что Департамент здравоохранения нас уверял о том, что в Вязниках не будет закрыто отделение, тем не менее на сегодняшний момент оно не функционирует и роды там не принимаются. Мало того, наши крупные роддома, которые приняли на себя всех рожениц, в них не произошло увеличение ставок врачей. То есть те врачи, которые работали и раньше, они работают в тех же роддомах в таком же составе, но нагрузка у них, конечно же, увеличилась. Этот вопрос на сегодняшний момент тоже не решается в нашей области, но тем не менее другие области решают по-другому вопрос. Если закрывается какое-то отделение, допустим, в районе, например, Ярославской области, то Департамент здравоохранения закладывает денежные средства на автотранспорт, специализированный транспорт, который будет оборудован специализированным оборудованием и успокаивает женщину тем, что все женщины должны рожать в хороших условиях, но для этого существует транспорт, который вас в любой момент доставит до этих крупных роддомов. Кстати, тоже еще один вопрос очень важный, который сейчас подоражит общественность нашего города. Детская скорая помощь. С 29 числа она перестает существовать, но информации практически никакой нет. То есть как это будет происходить? То есть действительно ли к детям будут приезжать теперь врачи взрослой скорой помощи или даже фельдшеры? И как они могут оказать помощь детям? Я надеюсь, что в связи с тем, что произойдет реорганизация скорой помощи, что присоединится детская и взрослой скорой помощи, это в соответствии с федеральным законом, то, что и скорая помощь будет финансироваться теперь по-новому через фонд ОМС. Я надеюсь, конечно, с этой реорганизацией наше население не пострадает. И на вызовы детской скорой будут выезжать, конечно же, преимущественно педиатрические бригады. Может быть, депутатский корпус как-то повлияет на доступность нашего департамента здравоохранения? Может, вам удастся получить эту информацию? А пока наш следующий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, износ зданий, все-таки он достаточно большой, я имею в виду, медицинские учреждения. Несмотря на то, что деньги выделяются, ремонты проводятся, все-таки некоторые требуют текущего ремонта, его не догадаем. То есть как идет перераспределение этих вот средств? Ну, мы можем сказать только о том, что на сегодняшний момент практически 30% зданий и сооружений в здравоохранении, они, конечно, находятся в плачевном состоянии. А некоторые в аварийном состоянии. И, к сожалению, большинство проблем относятся к тем зданиям, которые всегда находились на балансе администрации Владимирской области. Почему деньги туда не вкладывают? Конечно, капитальные ремонты, они должны были проходить периодически. И главные врачи, наверное, как распределить денежных средств, они должны ставить, как и в любом доме, в любой квартире, постепенно решать эти вопросы, но, к сожалению, эти вопросы не решались. Если на сегодняшний момент одномоментно выделить денежные средства, вот именно на эти здания и сооружения у нас такой возможности не будет. Юлия Владимировна, а вот закон о веселящем газе, который до сих пор у нас является креугольным камнем. Скажите, Департамент здравоохранения поддерживает запрет веселящего газа? Департамент здравоохранения, как и вся администрация Владимирской области, она не поддерживает закон о веселящем газе, о запрете веселящего газа. Хотя мне это непонятно. Вот не так давно председатель Загнодательного собрания Владимира Киселева достаточно резко высказался вообще о нашей медицине региональной. И в ответ на это на сайте администрации области появился опрос. Цифры, которые достаточно говорящие. Может быть, вы нам подробнее расскажете, что за опросы, как люди вообще реагируют. Наверное, Департамент здравоохранения должен, прежде всего, информатизировать своих людей, жителей нашей области, да, и подавать ту информацию, особенно на сайтах, а для этого он и предназначен, для того, чтобы люди не задавали вопросов, а спокойно жили и понимали, что их ждет дальше. Но, несмотря на это, Департамент проводит социологические опросы на своем сайте, и на сегодняшний момент мы видим результаты этого опроса. Спасибо большое, Юлия Владимировна. И я напомню, только что мы беседовали с заместителем представителя комитета законодательного собрания по вопросам здравоохранения Юлией Арсениной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok